Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Привет Ангела, с вами Народный Батюшка. Мир и благословения вам от Пресвятой Троицы. Просите прокомментировать меня очередной сюжет про Чихачёва, про отца Иоанна Никия и про то, что же там за сообщество такое вокруг него. Прошёл сюжет в программе «Человек и закон», мною уважаемая программа, и я как-то к Алексею Пиманову всё время относился с доверием, но тот сюжет, который я увидел, он очень меня огорчил. Ивановская область, отдалённая деревня Чихачёва. Вернее, раньше это было деревней, а теперь здесь находится одна очень странная община, больше похожая на секту, откуда некоторые люди попросту не возвращаются. Потому что здесь явно как журналист Алексей Пиманов не доработал. Не доработал и как человек, представляющий у нас в стране закон. Потому что программа называется «Человек и закон», и я считал, что сюжеты в ней всегда должны быть выверены, проверены и чётко изложены с точки зрения закона. Поэтому мы сейчас разберём этот сюжет, и как сюжет журналиста, то есть снятый журналистом, и разберём с законной точки зрения, с точки зрения закона, ну и разберём с морально-этической, я бы так сказал, стороны. Потому что у меня есть большие вопросы к тому, что происходит и к тому, к чему может привести вот такой сюжет и такая нападка на отца Иоанна Никия. Начну я с того, что фильм начинается с вранья. С вранья. Смотрите, это же основная претензия в этом фильме к тому, что есть некие тайные захоронения на территории Чехачёвского кладбища. И Алексей Пиманов в конце именно этот вопрос ставит главным. Как так в 21 веке могут быть такие захоронения? Я, конечно, бы Алексею Пиманову советовал набрать в поисковике кладбище для бомжей, где бы он увидел сотни кладбищ на территории России, где захоронены десятки тысяч безыменных бомжей. И никто не спрашивает, кто их захоронил, как захоронил. Кроме того, у нас есть просто установленная норма похорона бомжей, которая работает по всей стране. И те, кто их похоронами занимается, они там какие-то и скидки устанавливают, и всё остальное. Но явно там есть на каждом кладбище вопросы к этим могилам. И в том же Человеке и Законе мы видели такие сюжеты, где показывали большие рвы, кто там закопан, что там закопано. Никто понять не имеет. Ставит бирочку с номером и поди-то разберись, кто же там на самом деле есть. Но это же не первая передача про отца Иоанна Никия. И эта тема звучит постоянно. Так вот, с 2020 года, когда впервые эту тему на телевидении подняли, можно бы было проверить, что же там и где там, какие захоронения. Но мы с вами видим начало фильма, где такая корреспондент, я уж не знаю, официальный или неофициальный корреспондент, потому что работает она явно непрофессионально, по крайней мере, с нарушением, на мой взгляд, журналистской этики. Но она говорит, мы приехали на кладбище, где, может быть, есть, значит, безымянные могилы. Ивановская область, отдалённая деревня Чехачёва, вернее, раньше это было деревней, а теперь здесь находится одна очень странная община, больше похожая на секту, откуда некоторые люди попросту не возвращаются. Мы приехали на такое кладбище, в котором, возможно, захоронены люди, которые пропали в безвести. Об этом месте мы узнали от Елены Хмелярской. Мы приехали на такое кладбище, в котором, возможно, захоронены люди, которые пропали в безвести. об этом месте мы узнали от елены хмелярской и я вам скажу так они приехали на кладбище спору конечно нет но это но это кладбище не в чихачево не в чихачево я знаю это кладбище я недавно там проезжал и она находится вот здесь у деревни князькова давайте я вам покажу на спутнике там даже видно немножечко могилки которые там есть вот она находится в этом месте вот вот здесь смотрите тут три могилки видно четыре даже могилки но я-то знаю что они там я проезжал две недели назад там и там уже достаточно приличный такое кладбище и до чихачева от этого кладбища давайте померяем так вот я взял линеечку так вот кладбище чихачева два с половиной километра вот вы сами видите и и тогда вопрос какие вопросы к отцу и она некие и к чихачевским жителям если показывают кладбище где может быть какие-то захоронения в двух с половиной километра от них вот не странно ли взять отсюда и вести каких-то безымянных и хоронить на этом кладбище тем не менее кладбище это открытые здесь и князьковские хоронят да в общем кто хочет может похоронить больше того я знаю что по моим даже с верхнего ландиха здесь иногда хоронят потому что здесь было официальное кладбище его вроде как и не закрывали и поэтому туда привозят и захороняют те кто имел раньше родственников на этом кладбище кладбище есть в чихачево вот она погостом его называют вот вокруг храма она находится но почему-то там нам не пытаются показать незаконных захоронений нет она мелькает один раз что тут действительно большой погостом комментарии что там есть большой погост но если вы внимательно посмотрите этот фильм то увидите что ни разу ни одной безымянной могилы никто не показал так чтобы номер был или или крест хотя там найдешь поскольку очень много старых могил в которых уже все стерлась и в общем то найдешь но не показали ни разу почему-то вот потребовалось корреспондентше ехать сюда снимать здесь и после выдавать как за чихачевскую деятельность я думаю вот это уже нам с вами говорит о качестве фильма который нам с вами представили потому что если правда начинается как говорится со лжи то какая же она может быть правда в правде любая ложь как ложка дегтя в банке в бочке с медом она сразу всю правда убивает но я бы мог конечно вот так весь фильм рассматривать и рассказывать почему я уже рассказывал почему там не так как высказано в фильме и косвенно там иногда мелькает что вот ну давайте посмотрим какие еще претензии к отцу и на некие значит купил землю купил землю я сам лично это было 90-х годах в начале двухтысячного года занимался покупкой этой земли это территории верхнего дихорского района земли здесь сельхоз принадлежности сельхоз принадлежности и я ездил к главе верхнего дихорского района мне отец и на некий дал свой паспорт свои документы там учредительные документы были община ну то есть у меня все было от этой общины чтобы договориться о том как купить эту землю и мы лично с главой администрации сидели и рассматривали какие земли можно какие земли нельзя ну можно то было все но это земли сельхоз назначения то есть какую-то часть можно было вокруг храма купить под личные собственность под домики личного собственности поскольку действительно там есть еще зафиксирован деревня чехачева кстати корреспондент ни разу не показывает говорит тут было несколько домиков когда я впервые приехал в 1993 году там было три домика а сейчас там стоит корреспондент почему-то ни разу не показала что вот стоят домики это домики частных лиц они из москвы и лица из других регионов они купили их они очень часто их предоставляют для проживания то есть принимают гостей поэтому это вот вторая ложь это уже вторая ложка дегтя третью ложь что все живут в том числе дети вот в одном храме спят на полу в домиках много живет в том числе детей кстати там есть и учителя которые иногда с ними занимаются что это за дети никто не показал и не сказал а там чаще всего именно из-за детей приезжают поскольку это дети не обучаемые то есть с аутизмом и так далее поэтому предложение разобраться каким-то соц органом о том почему там эти дети живут как они ново но реально и попробуйте разберитесь это же не трудно дети с родителями там нет никаких детей которые без родителей родители тем более детей не обучаемых сами отвечают где живет их ребенок как живет их ребенок и какие еще претензии спят на полу готовит несоответственную пищу давайте тогда придеремся теперь ко всем туристам которые вообще не на полу а на земле спят иногда и живут в палатках по недели мы месяцам готовит пищу что они готовят эту пищу в соответственных условиях то есть вот такая еще претензии вот но еще какую претензию а график сложный график сложный но для тех кто вот приехал и вот так живет но там совершенно свободно и открытые пространство как говорится ты приехал хочешь живи так хочешь не живи так уголовное это дело двадцатом году закрыли потому что доказать что там кто-то кого-то удерживать не смогли поскольку удержание это когда человек заперт на ключ когда человек пристегнут какими-то значит этим или за руку хотя бы его держит какое-то насилие с ним проявляет а если человек свободно живет с телефоном ходит звонит с телефоном кстати это еще один разговор про телефон девушка то девушка нас уверяет что она поехала за женихом что она хотела его отсюда вызволить и месяц живет видимо в страданиях по женихе и с желанием его вернуть себе но что мы видим она делает в этот месяц она тайно снимает на телефон сюжеты которым можно бы было придраться вот специально включает и что но вот это полное нарушение журналистской этики да и нарушение закона о том что ты не можешь частных лиц не в публичном месте а там есть просто каморки там есть снимать без разрешения тех кого ты снимаешь письменное разрешение должно быть у этой корреспондентки для того чтобы она сняла и не скрытой камеры скрытые камеры у нас государстве запрещено вообще и ты можешь просто поставить камера потом сказать что он видел камеру он знал что я снимаю но когда скрыты и дает съемкой этот процесс съемки то извините это нарушение и законодательство но лишь конечно этики конечно этики люди там живут престарелые часто больные и вот выставлять их на показ это полное нарушение журналистской этики до передачи пошла по пути что мы закроем их лица то есть замазали все лица это не решает проблему эти лица узнаваемы теми кто их видел кто их знал то есть публичность их речи доказать можно просто свидетели скажут я знаю что это за девочка я знаю что это за бабушка я знаю что за больная и это значит выставление их публично без разрешения на съемку тайной камеры вот это тоже очень серьезный на мой взгляд нарушение законодательства я полагаю здесь произошло почему пиманов на это пошел для меня вопрос хотя я ответ примерно и знаю поскольку и до этого все что проходило проходило не просто так и не за так вот видимо кто-то неплохо на этом я полагаю заработал дальше что мы видим ну мы видим опять комментарий никого лица с бородой якобы духовного якобы замотделом по связи с общественностью это опять тот же самый священник андрей нефанов которому вопросов гораздо больше чем к отцу и анонитии то есть если у вас есть и постепенно вся его деятельность во первых ненормально с точки зрения церкви по другой стороны и духовные советы которые он давал любви они перестали к которому вопросов гораздо больше чем к отцу и анонитии то есть еще раз напоминаю андрей ефанов будучи послушником сблудил и совратил 16-летнюю девушку женился правда на ней родил с двоих или троих троих по моему детей потом будучи священником бросил ее жил год или два без нее потом он появляется с новой женой родит с этой женой тоже нескольких детей и при этом остается священником но самое интересное все скандалы ивановской митрополии все время через него то есть вот никто ни один из других служителей тем более епископ там или митрополит не выступают с обличением потому что ефанов ему можно всегда сказать да ефанов он такой он рассказал бы как он покрывал зятька своего друга виталия уткина который много лет пил пил блудил блудил будучи священником уж людям пришлось чуть ли не бунт устраивать чтобы его лишили сана ефанов вместе с ним как я полагаю гуливал нет этого он не замечал он замечал как у отца и аноники какие-то свои молитвы никаких своих молитв я на этих службах был много раз это обычные молитвы петра могилы возьмите их они в служебники они вставляются в молебен о здравии и любой священник может их служить я тоже служил с этими молитвами мы здесь в храме такое же делали но то что эти молитвы направлено на исцеление наркоманов алкоголиков курящих просто психически нездоровых людей это в том же служебники и во всех объяснениях сказано и проверить это несложно то что он был официальный так называемый экзорцист я могу еще раз подтвердить поскольку отец и она некий был направлен и строить сергиевской лавры сюда и я неоднократно видел прямо как отец на ум к нему благословлял людей поскольку при лавре был свой экзорцист который отчитывал помните ну и отец и оники также принимал такие потоки людей которые я считаю за его почти 40 летнюю службу скоро будет 40 лет его служения составили примерно полтора-два миллиона человек вот такое количество прошло через его руки и поэтому обвинить его в том что он какие-то молитвы придумал кроме того нам никто не запрещает придумывать молитвы придумывай и читает ты как молитву больше того своими словами все просят молиться и и своими словами вы можете добиться большего чем те которые написаны по тексту по тексту но что мы видим что делает этот корреспондент она идет на исповедь к нему тайны исповеди он там читает над ней молитвы в том числе бесы из идите бесы из идите и она тайно снимает это на камеру тайна с ним о каком православие тут может речь о какой православный она работает в теплице с накрашенными сидит глазами потому что она специально пришла сюда чтобы снять сюжет для своей вот этой тайной съемки а то и правда я вообще такая сонная вообще что скажите здесь сделаю и только отстаньте никакого анализа потому что ну зачем еще накрашиваться в чихачева какой-то девица вот это все по сюжету поэтому в районам в родни то что там купленные территории а где не купленные в 90-е годы мы все столкнулись с тем что у храмов после указа ельцина земли не осталось то есть вот только под храмом полагалось эту землю я под парк выбил три сотки земли занял так меня судили пересудили у нас официально отнимали землю глава администрации только судом я восстановил что под парк он же он же церкви раньше принадлежал по закону по по ельцинскому указу никакой земле не полагалось поэтому я лично видел как землю покупали в николошартамском монастыре вокруг для сельхозугодий видел как в дуниловском монастыре для сельхозугодий видел как святоозерский монастырь бился и мне пришлось им помогать чтобы купить землю для сельхозугодий тихон улуховской монастырь покупал мы с вами видим отца тихон улуховского теперь отца тихон от отца тихона шевчука как люб отец тихон не так я его называю как шевкунов извините к вид отец тихон шевкунов он то сколько земли тогда он целый колхоз тогда купил и что а как вот мы сидели с этим главой в мире администрации решили а как эти сельхозугодий можно церкви передать и никак никак должно быть предприятие сельхоз какое-то предприятие но кстати оформлена в чихачева но и работает не отец и они ки там что-то выращивает и что-то куда-то сдает там есть предприятие и только она может не просто купить там нет собственности навсегда но может быть на 50 лет в аренду взятого но по видим так и взяту поэтому отец и она некий на себя что-то оформил кстати большинство оформлено не на него большинство имущество там оформлено на других людей в том числе и частные домики почему только ему приписывают все время что это он там имеет собственность я не я не понимаю а отца машка ксения в коломенском ну ладно хватит о собственности то есть у нас большинство монастырей и храмов покупали землю или брали ее в аренду для того чтобы вести какую-то хозяйственную деятельность и что с того в чем тут монаху прибыль о что на этой земле разбогател ездит по каким-то за границам ездит на дорогих машинах и лишь он потерял ногу из-за диабета служит без выходных и праздников 40 лет практически вот и весь прибыток у него с этого имущества а если есть прибыток так он для того чтобы дальше людям было неплохо 150 человек до сих пор они утверждают что там живет 150 человек разве плохо что люди не имея как говорится возможности где-то прибиться и не имея пенсии как там показывала получают здесь еду жилье труд духовное обеспечение и так далее вот тому подобное все о сюжете мы закрыли то есть это ложь на лжи и выглядит правдой но она так и остается дегтем который не исправишь медом никогда не сделаешь это раз второе духовное так снялись сан соцария на некие церковь от него отказалась все все отрезала как я понимаю не даже и схема дрита и игумена там ну в общем все они свое сняли он остался якобы как утверждается просто монахом и а в каком тогда он сейчас подчинение как он тогда представляется в своей собственности вот его личный дом отличная земля земля под храмом на его территории только под храмом вот как по указу ельцин она так и осталось кладбище кстати по гост это открытое кладбище на нем может кто хочешь хоронить и иногда там хоронят местные жители это к тому что там появляются свежие могилки еще раз повторяю ни одной незаконной не показано так вот человек в своем доме молится храм большой построен тоже это его личное помещение уж как он его оформил никого не касается я могу только напомнить что 2020 году уголовное дело шло долго я лично вот с этим лейтенантом который представлен фильме общался на все вопросы которые мне задавали я отвечал но я тоже с ним разговаривал тогда я давал подписку что не могу в ходе следствия что-то рассказывать я не рассказывал но дело закрыто следствие нет давайте я вам тогда расскажу как я к нему пришел и говорю что же вы делаете во мне стыдно это делать но мне приказано а что и что я еще сделаю и я понимаю что он молодой лейтенант если он хочет дальше двигаться то он должен дальше двигаться и что-то исполнять и поэтому вопросы которые у него там стояли они никак не относились к его компетенции то есть по тем вопросам которые мне задавал было видно что они составлены грамотным духовным лицом то есть либо кто-то из епархии их составил я предполагаю кто это сделал либо уж очень грамотный кто-то слетят стинге комитете которые понимают как задать духовные вопросы и что установила следствие ничего не установил там был и вопрос по иммуществу там был и вопрос по удержанию там был и вопрос по питанию там все вопросы были ничего не установила и что тогда давайте опять это это возбуждать ну возбудить могут любое заявление у нас обязаны рассматривать им обязаны даже вот по этому сюжету как я понимаю опять будет возбуждено следствие какое-то и будут рассматривать каждый вариант но я скажу так если следователь вот сейчас увидят в этот раз дано все очень хитро не пиманов не это журналист ни разу ни одной утвердительной фразы не сказали может быть здесь захоронения и так далее там подобные не подкопаешься законодательно вот кроме того что незаконная съемка на мой взгляд тайной камерой велась подкопаться практически невозможно так вот юридически я думаю больше ничего там найти невозможно кроме того у нас ведь конкретно есть закон о свободе совести и вероисповедания давайте я вам открою этот закон и зачитаю третью его главу сейчас секундочку я считаю что надо всем не только зачитывать но и постоянно обсуждать эту главу рассуждать над этой главой и быть в курсе кто как где живет в этом законе и так и так статья 3 первые вступительные две статьи о том что у нас конституция защищает наши права и свободы по конституции мы с вами совершенно свободно и так далее но с третьей статьи начинается уточнение а как же в религии мы с вами свободны и читаем следующее в российской федерации гарантирует свобода совести и свобода вероисповедания в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой совершать богослужение другие религиозные обряды и церемонии осуществлять обучение религии религиозного воспитания свободно выбирать и менять и иметь распространять религиозные иные убеждения и действовать в соответствии с ними в том числе создавая религиозные объединения поняли свобода полная я в своем доме на своей территории могу как хочу молиться могу один могу не один я могу тут написано последней строчкой создавать религиозное объединение а могу не создавать я могу молиться и никому не докладывать как я молюсь что я делаю и никто не может меня в этом упрекнуть то что они пытаются в сюжете сказать что там такие то какие то там батюшки что-то одеваются или еще что-то в фильме делают не так это нарушение устава русско-православной церкви если не нравится тем кто считает что там служат со службы русско-православной церкви но никто не говорит какую службу их и кто служит и почему не они не имеют право деваться а если я не в русской православной церкви одеваюсь и почему меня тогда нужно называть что я какой-то мужик там или еще что-то который не имеет право не имеет право по какому закону по уставу русско-православной церкви по закону свобода совести по закону конституции нашей любой может одеться как хочет служить что хочет и с кем хочет и никому не докладывать что он там делает и как он это делает и любой может к нему приехать и с ней вместе служить вот люди выбрали вот такой путь что они приезжают и служат и верят что отец и она некий служат богу вместе с ним служит эту службу там уж причащаются не причащаются это тоже и дело ваше то какое право их спрашивать о том почему они это делает или тем более упрекать их в этом что они делают поэтому здесь полное нарушение вот законом свободу совести укорение человека что он молится и кто-то там еще приезжает вместе с ним помолиться по закону по конституции он ничего не нарушает ничего не нарушает тогда смысл этого сюжета в чем зачем он вдруг появился интересно что я последний раз заехал концу и на некий и спрашиваю ребят которые там его ему помогают как он себя чувствует о прекрасно чувствует все наклемался все все у него хорошо опять веселый опять бодрый все у него нормально вот поэтому то и появился сюжет как это у него все нормально не может лукавый перестать гнать того кто служит богу нас же господь сказал меня гнали и вас будут гнать кто вас будет гнать ну христа гнали первосвященники то есть самые значит первосвященные люди как говорится синедрион и все такое ну если уж вышло на этот уровень да еще уровень человека и закон об отца аноники значит гонят серьезные силы год от серьезный как говорится личности но сатана дьявол а кто еще такие организует гонение вот через таких лиц вот и я могу предположить кто давайте посмотрите вот отец аноники родился на донбассе на донбассе сорок втором году 1942 году он является полковником казачьих войск официальным все лицензии казачьи войска ему все далее он действительно у него есть и регалии которые относятся к званию полковника и относятся к нему казаки как к полковнику у него побывал я думаю в целом не просто полк казаков а не один полк казаков они у него попекались вот некоторые прямо с младенчества возили казаки своих детей благословляли они его считают своим духовным отцом духовным отцом и вот при то есть а у а 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 Добрый день. Здорово, Днева Лишь называется. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Ну, без конца можно рассказывать, без конца. Если интересно, я буду рассказывать их бесчисленные. Ну, а вот, когда мы с тобой ездили на соревнования в Кстово, Нижегородскую область, у нас идея какая была. Мы ребятишек взяли, им там по 13 лет было. Сын у меня был, кто там, Ушаков был, Шкрабин был, еще мальчишка был, дзюдоист там от Федянина. Везти их на соревнования по русскому бою. И мы решили с тобой заехать в храм Каионикию, получить благословение. Ну, как Дмитрий Донской перед Куликовской битвой получал благословение у Сергия, так и мы решили, значит, перед первыми такими серебряными соревнованиями. И у нас сломалась машина. Помнишь, тогда мы ехали? Так, ух, ехать, ух. Сломалась машина, ночь, мороз, я в шинели, в сапогах, выхожу на улицу, замерз сразу же. А у тебя еще этот бурхузин был, да? Да, да. Сзади еще дверь ты открываешь, все это дело сразу, все заморозилось. У нас еще с грудным ребенком женщина какая-то была. Детей много, народу много, там все едут к батюшке. А у нас сломалась машина, и все. Темень, какая-то тайга, 100 километров не доехали до монастыря, до этого, до Чехачевского. И вот я уже, как опытный турист, начинаю головой крутить и смотреть, где тут лес-то, где тут сучья, где-то нам сейчас фонарик, костер, чтобы разжечь, ребятишек, чтобы согреть. А другой голос мне говорит, не-не-не-не, не надо никакой костер. Батюшка нас ждет, молится. Ну, а раз он нас ждет и молится, значит машина сейчас заведется, и мы каким-то образом доедем. Я не знаю, каким образом мы ее заведем, но то, что мы ее заведем и доедем, у меня была какая-то уверенность сразу же после вот этих мыслей. И мы ее как-то завели там тихим сапом, 60 километров в час, и мы доехали потихонечку, и утром мы начали ее как-то реанимировать после службы. Нам же надо было ехать к столу, нам же надо было там к часу дня уже там быть на регистрации, иначе мы пролетаем с этими соревнованиями. С монахами, значит, ее там реанимировать, она не реанимируется. Мы, значит, батюшки, нам говорят, он раньше чем полдвенадцатого не принимает. Болел он что ли, я уж не помню. А я же на часы-то смотрю, как полдвенадцатого, нам в час, через полтора часа мы не успеем доехать, там 200 или с чем-то километров надо ехать. Мы опять к нему. Батюшка не отвечает из кельи, молчит. Мы, значит, с монахами, помнишь тогда этот, на салазках зима, мороз, снег, на салазках такие, да, салазки огромные, этот, промановский баллон прем, значит, разогревать машину, никак. Мы, значит, на этих салазках новый аккумулятор туда ставим, там же у него хозяйство какое-то, машину можно чинить, там что только нет у него. Не заводится машина, мы ее, значит, с толкача на сцепке по двору там таскаем, она не заводится никак. И вот полдвенадцатого батюшка, значит, зовет нас к себе. Заходим, сидит, значит, в черном одеянии, черный клобук такой у него, черный вуаль, борода седая. Наши дети прижухли. Мы все в казачьей справе. Дети в казачьей справе, все в попахах, все как положено. И батюшка сидит, значит, и говорит, о, да какие же вы красивые, да повернитесь боком, да задом, да еще раз вот так повернитесь, да я на вас полюбуюсь. Вы, говорит, все время погоны свои носите. И ордена, которые вам дают за заслуги, за ваши, вы их не снимаете. И по воскресеньям в храм в форме ходите свои, потому что у вас самое красивое справа в мире. И с погонами, с медалями, потому что вы для людей как молчаливая проповедь. Я тогда на всю жизнь запомнил. И я у него спрашиваю, батюшка, а как же вот нам в Кстово-то ехать? Может быть мы у вас машину бы вашу попросили, микроавтобус-то, а на обратной дороге бы нашу мы починили бы и забрали бы. Он говорит, а тебе куда ехать-то, я говорю, как куда? Детей вот везем на соревнования по русскому бою, хотели у вас благословение взять. А оно тебе надо. И у меня все опустилось в этот момент. Думаю, блин, мы тысячи километров ехали с Воронежа в Чихачи. Это значит, что получается-то? Значит, назад что ли? Ехать везти детей на соревнования, не попадаем. А он сидит и на меня, значит, смотрит, улыбается и говорит, да бился, говорит, я когда-то с вашим главным. С мастером. Бач, с каким главным вы бились. Да по молодости было дело, бились мы. Бачка, да с кем вы там бились-то? С мастером спорта. Ну этот, который вот бьет там все время. Мастер. Какой мастер? Мастер спорта? Да. По боксу, по боксу, по боксу, говорит, с ним я бился. Ну и кто кого? Да, говорит, он меня и то с левой, то с правой, то с левой, то с правой. А я, говорит, никак не могу. Голова гудит, как колокол. Да, а Мэр бьет меня и бьет, говорит. А я, говорит, не могу выцелить его. Я все выцеливаю, выцеливаю. А он все то уходит, то не уходит. Вот. Ну и как? Да как, как? Выцелил. И что? А только пятки сверкнули. И он сидит, хохочет. Дети тут сразу поняли, что тут как бы вот не так все страшно, да? И не такой страшный старец. Оказывается, может шутить, рассказывать что-то интересное. Значит, стоят тоже хищи. Вот эти вот, все вот эти вот мелкие были тогда. Сейчас-то уже им по 30 лет, уже по четвертому десятку уже пошло. Уже все попереженились, уж дети у кого есть. Вот. И они хохочут, значит, с ним. Яр бачка, так что, это сам, что нам делать-то? Он говорит, тебе когда ехать-то? Яр, да сейчас надо ехать. Сейчас-сейчас. Ну ладно, говорит. Так и быть. Благословляю. Яр, ну, слава богу, хорошо, спасибо, все благословения получили, бачка. А как нам с машиной-то быть? Может мы в вашу машину, можно попросить у вас микроавтобус? А пока монахи будут нашу чинить, пока мы съездим. А через 2-3 дня мы назад приедем, мы уже машину спокойно, можно будет починить. Ты, говорит, я что-то не понял. Я же тебя, говорит, благословил. Яр, это я понял, что вы меня благословили, я с машиной не понял. Он говорит, какие-то непонятливые. Я тебе благословил, езжайте. Ну, своей доедешь. Батюшка, да у нас машина сломана, вы понимаете, что я хочу сказать? Я попросить вашу машину. Да какой-то непонятливый, это я не пойму. Я же тебя благословил. Сейчас вот только камешки из-под колес будут лететь. И дым трубой, это самое. И дамчитесь прилететь этого белым соколом. Ер, батюшка, да я и ты меня тут за локоточек. Пошли, 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 пошли. Выходим, проходит и 5 минут не прошло. Уже шумят, машина завелась, езжайте. Как машина завелась, я не пойму, ее целый день заводили, завести не могли. И когда уже машину завели, значит, прогрели, едем, едем. А у меня награду, мне медаль вручал Галушкин за самый первый праздник, который, помнишь, мы тогда организовывали? Казачий Спас, самый-самый первый праздник. Это идея была у меня, чтобы создать такой праздник, где бы все там и старики, и молодые, все там были, и приглашенные были, какие-то соревнования, чтобы были. И вот у нас первый праздник мы провели тогда, организовывали. Это 2 марта 2003 года. Вот. Как сейчас помню. И Галушкин там был, и он мне вручил медаль. Медаль Мефодия Кирилла. Это медаль, которую церковь специально приурочила в те годы для награждения казаков. И у меня вот на следующем Спасе сама вот эта вот кругленькая штучка-то оторвалась, потерялась. Это была осень, уже второй Спас был, это уже 15 октября того же года. И мы ее искали, 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 и найти не могли. Или с ребятишками, с казаками. У меня это поле на Динаме, где на Пионерской горке-то, там, чуть ли не по-пластунски прошли несколько раз туда-сюда. Нет медаля, пропала. А у меня мысля такая, думаю, ну как же так, это же церковная медаль, это же не просто так мне Галушкин-то вручил. Заслуги же вручил. А если это церковная медаль, почему она могла потеряться? Она не могла потеряться, она где-то найдется. У меня такая уверенность была, 100%. И когда мы от батюшки выезжаем, я не помню, ты помнишь этот момент или нет? Да, ты кричал, я нашел нашу церковную медаль. Я полез во внутренний карман шинели, что меня туда руку потянуло, я не знаю. И я достаю оттуда эту медаль. Она там лежала спокойненько все это время. Достаю и иду, у меня глаза были вообще по пять копеек. Ну как она в кармане, два вот прижала-то я не мог найти, интересно. Ну, я ворачиваюсь ребятишкой и говорю, вот медаль нашлась. Они говорят, это та, из-за которой вы нас тут заставляли тут все поле перепахать. Ирана самая. А как раз какое-то вот было настроение у меня, что казаки ряженые, медали вешают, ходят с этими погонами. Там все это незаслуженно. И я взял и погоны снял, и медали снял. И когда вот батюшка сказал, и следом буквально только от него отъехали, и нашлась эта медаль в шинели, в кармане, я был очень удивлен. Я сразу все это прикрепил, медали нацепил, погоны сразу прицепил. Вот, и когда мы приехали туда, в Кстово, конечно, это был фурор. Особенно был этот фурор, это на себе вот все это воспринимаешь, когда мы зашли в столовую там, в спорткомплексе, покушать. Все же приехали, все в кимоно, в дзюдо, на босу ногу, значит, у них там тапочки надеты, и мы заходим в столовую. Помнишь, что это в случае? Зашли в столовую, стоит очередь, и мы в казаче справились со своими этими ребятишками, заходим туда, ты со своей этой бородой в попахе, значит, в форме, я в форме, в лампасах, зашли, ребятишки сдвинули два стола вместе, и пошли спокойно встали в очередь. А мы с тобой сидим, как сокалы, ждем, когда они там к очереди подойдут к кассе. И у нас спрашивают, вам что взять? Ну, там, борщичок возьми, там, чем-нибудь еще из мясного возьми, там, вот, и вот они поднесли. А в этот момент я наблюдаю ребятишки, там, ну, вот эти вот, кто на соревнования приехали с разных городов, чемпионат России был. И вот один мальчишка сидит в кимоно, на босу ногу у него тапочки, значит, такой он у них, как паханчик такой, начальничек такой. И вот он их там орет, там, строит их, что-то там, командует ими, там. И какой-то шум, крик, гам какой-то вот в этой столовой, как обычно, знаешь, вот в общественном месте. И тут наши ребятишки принесли покушать, поставили, ну, и команда, значит, на молитву, ты начинаешь читать молитву. А я боковым зрением наблюдаю за этим мальчишкой, который руководил там, там, главного из себя себя строил. Все встали, очередь замерла тогда, все на раздаче женщины-поварихи встали по стойке смирно, стоят тоже, крестятся. А многие же ведь не понимают, что такое креститься и что такое вообще быть выцепленным человеком. Ну, там и язычники были же. Люди, значит, не понимают, в чем дело, но они понимают подспудно, что что-то такое происходит непонятное. И они тоже остановились, они невыцепленные, видно вот люди, но они аж подтянулись. Что там такое происходит, понять не могут, но что-то происходит. Мальчишка этот сидел вот так вот, у него ножки эти басы в этих тапочках, там, в этом кимоно, там, начальник такой, там, до лет 10-12, наверное, был. Ну, самый крупный такой из них. И я смотрю, он чувствует, что что-то не то. И я смотрю за его реакцией. Он, значит, подтягивает ноги, он выпрямляется, глаза у него квадратные. И он не дышит. И тишина гробовая была. И когда кончили молитву, мы сели, перекрестили пищу и начали есть, тишина была гробовая, пока мы не закончили есть. Потом мы встали, помолились. Мы с тобой пошли в зал. Наши ребятишки убрали за нами, за всеми за собой посуду, развернули столы, вышли. Так потом от нас не отходили. Ко мне подходили все тренера со всей России. Подходили и интересовались, кто мы, что мы. А у меня там тоже казачьи корни. А я вот тоже там вот где-то занимаюсь. А у меня вот дед там воевал, казак. И это нескончаемый поток. Дети с нашими детьми там все попередружились. И когда наши дети выступали там на полосе препятствий, нужно бежать. Ну все, это был фурор. Там орали все, Воронеж, Воронеж, Воронеж. Ну это было, конечно, очень благостно, счастливые, довольные. И там с Новиком мы познакомились, с президентом универсального боя, основателем этой федерации, олимпийский чемпион под зюдо. И с Яковлевым. Сейчас он восьмикратный чемпион мира по спортивному метанию ножа. Вот в прошлом году общались, и сейчас вот и Ромка там четвертое место занял. Яковлев его обучал самарскому хвату, как метать нож. И с тех пор у нас пошло развитие уже вот именно в таком направлении. Самарский хват называется. Представляешь? Съездили. Вот. И когда мы приехали домой, уже я у родителей спрашиваю, как впечатление у детей от поездки. И мне все родители в один голос сказали. Самое главное, что дети все в один захлеб рассказывают, это монастырь. Это как они были у батюшки, как они в трапезной ели. А в трапезной раньше как ели? Матушка идет, внутри там, она же кисная такая, и с тележечкой. И каждому в миску накладывает первое. Вот пока она круг сделала, ты должен успеть первое съесть. В эту же тарелку накладывают второе. Ее не моют, тарелку. И вторую тарелку тебе не дают. В эту же тарелку. Второе накладывают. Пока она третий круг делает, ты должен второе успеть съесть. Она в эту же тарелку тебе компот наливает или чай наливает. И из этой тарелки ты пьешь. Для нас с тобой, как туристов со стажем, это нормальное явление. Я хочу сказать, любой турист, который там в 70-х годах начинал заниматься, в 80-х годах, для них это нормальное явление. Мы же не брали с собой кучу мисок, ложек, вилок и ножей. Правильно? Что мы с тобой в походу брали? Одна миска, в которой первая, вторая и третья. И тут же ее помыл компотом. Правильно? И засунул ее в рюкзак. Чтобы меньше было таскать. И мы там где-то больше все это самое. Воды-то нету. В горах. Ручейки. И то не всегда там это самое. А для обычных людей, городских, это была дикость. Ну и вот наши ребятишки, особенно Тушаков со Шкрабином, пока головой с жалом прокрутили, а матушка уже вот у нас второе уже. А они первые еще не съели, смотрят на нее, за сами еще на милями, с этими на нее. И матушка тогда, ты сам сказал, что она впервые сделала для них исключение. Она им дала, значит, по второй миске. Второе положила, во вторую миску. На третьем круге они и это не успели съесть. А компот нужно же разливать. А я опять на нее смотрю, лаза квадратные. И она им впервые сделала исключение. Дала им по кружке, солдатские кружки. И налила им туда компот. И вот ты мне скажи, ну как вот воронежские казаки, да? Почему вот они у Бачки, почему они в Чихачево на каком-то вот на особом что ли положении, я не знаю. Или я ошибаюсь? Ну, что тебе сказать, Серега? И вот представьте сейчас, как на Донбассе полк казаков слышит и смотрит эту передачу. Представьте, теперь задайте вопрос, а кому это нужно, чтобы полк казаков вот так думал о своем тыле? Думал о том, что делают там с их отцом. Каково это вот им быть на передовой, смотреть в лицо врагу, а думать, что там сзади кто-то топчет твоего отца. Я помню, жил в поселке Оус Евдельского района. Это север Свердловской области. Поселок лесопромышленный. Я там работал на лесоповале. И вот я там попал в больницу, где встретился с удивительным человеком. Человеком, который прошел войну, тоже с Украины, кстати. У него отец поляк, говорящий на немецком, мать русская, гувернер, была француженка. Вот он на четырех языках абсолютно свободно разговаривал. Войну прошел в разведке. Прошел в разведку с одним маузером и с нагайкой. Потому что он умел нагайкой одним взмахом уничтожить человека. Прошел и получил три ордена славы. Мы с вами знаем, что полные кавалеры орденов славы у нас реже, чем герои Советского Союза. Но я его встретил в Оусе. На лесоповале. Нет, точнее он не на лесоповале. Он жил в маленькой избушке в лесу и заготовлял пушнину. Сдавал пушнину, закупал и опять в лесу жил в одиночестве. Но там он оказался после 25 лет отсидки. В том числе в последнее время вывдели. 25 лет отсидки. Но нет, там не полный 20. Его тоже амнистировали. Его полностью реабилитировали. Когда я видел, он уже был полностью реабилитирован. И амнистирован. Но был посажен в 45-м году. Поскольку, вернувшись, он дошел до Берлина. На свою территорию. А это украинские земли, которые по новой начали делить между теми жителями, которые вернулись. И он увидал такую картину. Едет на коне землемер. Вот с этой линейкой. Значит, такой. За ним бежит женщина. Женщина плачет. Зачем же ты меня обделил? Зачем же ты меня? И держится за стремя. Здесь за него хватается. А он от нее плеткой отбивается. У женщины кровавые следы от плетки. А она бежит, кричит. У меня же дети. Мы же с голоду помрем. А он ее вот так хлистает. И этот офицер, этот герой войны, шел пешком, схватился за узду, остановил коня. А этот землемер попытался ударить его этой плетью. И он ухватил ее за конец, перекинул и убил его. Убил одним ударом. И оказался в тюрьме. Так вот они сидели. Целую ночь я слушал. Несколько ветеранов, которые сидели и обсуждали. Как же так получилось? Мы дошли до Берлина. Вернулись домой. А там сидят некоторые с медальками за то, что они в тылу сидели. И распоряжаются всем и всеми, кто у них теперь в руках. Но мы это помним. После этого вошло в состав преступления о репрессиях, как после войны огромное количество. И посадили воинов, которые пришли с фронта и вдруг начали, что бесчинствовать все называли. Они начали возмущаться. Как же так? Как? Вот они сидели. Как так получилось, что мы пока воевали, там кто-то в тылу забирал себе власть и топтал все то, что принадлежит нам. В том числе и родственников топтали и все, что хочешь, делали. Имущество отнимали. Я после этого все знаю. У меня отец это же самое рассказывал. Тоже ветеран войны и все остальное. Ну вот они сидели и плакали, что вместо победы и вместо, значит, вот этих наград они получили отношения с гнилыми чиновниками, которых тоже после сажали пачками, грубо говоря, за эти нарушения. Но жизнь-то потеряна, жизнь-то поломана. И как теперь вот об этом думать, когда вот то же самое мы видим вот там духовное чадо на передовой, а здесь отца, какие-то чиновники, какие-то, значит, желающие отобрать имущество, ведь весь спорт об этом был, с этого началось, что что-то ты мало платишь в епархию. Вот такие вещи творят. Поэтому на самом деле, мне кажется, Пиманову нужно хорошенько бы разобраться в том, что происходит, извиниться перед старцем. Ну и его слова к предыдущему сюжету больше подходят к отцу Иноникию, чем те, которые он после сюжета о нем сказал. И слова это следующие. Вот такие они простые, великие русские люди, для которых мы с вами, мы вместе, не пустые слова. И, наверное, на сегодняшний день это самое важное. Вот так. Поэтому я считаю, что отец Иноникий как раз удивительный русский святой. Он находится в гонении как множество тех, кто в Ивановской епархии, метрополии служит или служил. Я могу перечислить, кого точно так же гнали, начиная от отца Николая Иларионова, тоже схимонаха и так далее и тому подобное. Все померли или разъехали с тех, кто гнали. Но безобразие-то это как раз надо искать в епархии, в метрополии. Спросите их, у них-то откуда заводик, который в Москве металлоконструктивный работает, на котором монахи трудятся и деньги напрямую платятся. Кто-нибудь задавал вопрос метрополиту, что это у тебя целый завод под вашим попечением, ну и так далее, поспрашивать-то можно было. Но у нас ведь официальная власть, они официальные как бы церковные лица, и к ним как бы и не относится то, как сейчас говорят, что пятая колонна, враги во власти. Вот что они творят беззаконие и губят Россию, я бы так сказал. А где они сидят? Что это только чиновники? Я еще раз могу предположить, что их не меньше в церкви. Мы помним, как Америка платила большие деньги за то, чтобы именно в церковь они проникли. В церкви они служили. Ну, вот и служат. И гонят наших старцев, и гонят наших святых, и гонят людей, желающих духа, желающих любви, желающих настоящей веры. Вот ведь в чем дело. И поэтому этот сюжет, конечно, ну гнилой это сюжет, с гнилой постановкой. И будем ждать, чем закончится. Отцу Иоаннике ничего не страшно. Насколько я знаю, его ждут в Грузии. Ему предложили, пожалуйста, в Грузии мы тебя перевозим и живи сколько хочешь и служи. Я приезжаю в Абхазию, в монастырь, в одном монастыре. О, мы вас знаем. Вы отец Михаил. Как там отец Иоанн Никий? Приезжаю в Севастополь. На улице идут люди. О, мы вас знаем. Вы отец Михаил. Как там отец Иоанн Никий? Иоанн Никий. А как? Говорит, что гонят бесы. Отвечать, и я знаю, что он куда хочешь сейчас. Значит, предложений-то много. За границу, в Грецию, на Кипр предлагали. Я это все знаю. Но ведь он здесь остается для тех, кто его духовным отцом считает. Для тех, кому он действительно слово сказал такое, которое теперь привело на защиту Родины и на защиту православия. Вот ведь он поэтому не уезжает. Но они добиваются другого. Я ему тоже предлагал. Отец Иоанн, приезжай, живи у меня сколько хочешь. Нет, я уверен, что он будет жить и служить до смерти. И он среди гонимых. А те, кто присоединяется к вере в ложь, которая на него все время идет, это гонители. Вот и все. Сами выберите, среди кого вы. Здоровья вам всем, радости. Аминь. 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 Продолжение следует...